Эфир Амурского областного продолжают новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах. На карантин. Школу в Чигирях закрыли из-за вспышки пневмонии. Передали многодетным. Жителям шести районов области, которые пострадали от паводка, доставили 20 тонн семенного картофеля. Осторожно, злая собака. Жители Благовещенского района КПП держат в страхе бродячие собаки. Стартап-экспедиция. В Благовещенске искали перспективные инновационные проекты. Из-за вспышки пневмонии школу в селе Чигирей закрыли на карантин, пока дети будут обучаться дистанционно. Соответствующий приказ был подписан в Управление образования Благовещенского района 15 октября. На дистанционное обучение перешли все ученики Чигиринской школы, а это почти 1330 человек. Так, на карантине образовательное учреждение пробудет 10 дней. С 17 по 27 октября. Эти меры были приняты из-за большого количества заболевших пневмонией. Таких насчитывают 18 человек. 15 ученики начальных классов, 2 семиклассников и еще 3 учителя, сообщил директор учебного заведения. И к другим темам. На маслоэкстракционном заводе в Белогорске завершаются работы по строительству второй очереди. Ее планируют запустить уже в первом квартале 2020 года. После этого предприятие первым в стране начнет выпуск соевого изолята. Об этом и многом другом на заводе рассказали Джамбулату Хатуову. Первый замминистра сельского хозяйства России побывал на предприятии в сопровождении губернатора Василия Орлова. На обезжиренный шрот уже поступает у нас на склады. Мы ведь делаем два вида шрота. Первый шрот – это тестированный. Он может быть как для пищевого назначения, это производство муки соевой, а так может быть как на кормовой цели. Маслоэкстракционный завод «Резидент Тор Белогорск» был создан в апреле 2015-го. Сегодня на предприятии перерабатывают 800 тонн сои в сутки. Здесь выпускают кормовой шрот, лицетин, соевое масло. Продукция востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. В планах предприятия запуск второй очереди завода, а сейчас строительство практически завершено. В тестовом режиме ее запустят уже в декабре. А ввести в эксплуатацию должны в первом квартале 2020-го. После этого амурское предприятие станет единственным в России, где будут выпускать соевый изолят. Джамбулат Хатуов отметил высокий технологический уровень амурского, а также назвал маслоэкстракционный завод долгосрочным игроком, который достойно будет представлять Россию на азиатском рынке. Мы находимся в одном из ведущих предприятий переработки соевой страны, не только Дальневосточного федерального округа. И здесь отмечаем, что те инструменты развития, которые сегодня уже предприятие использовало, позволяют им модернизироваться. И они для себя ставят задачу расширения экспортного потенциала. Очень правильно, что сегодня по инициативе губернаторов программа развития и переработки соевой в регионе, она выстраивается по всем направлениям. Поэтому мы поддерживаем инициативу региона в этой части и для себя понимаем, что так называемые льготные кредиты для кредитования аграриев через переработку – это правильная политика, которая проводится. Василий Орлов, в свою очередь, отметил, во время этого визита обсуждались также те меры поддержки, которые необходимо оказать предприятию. Глава региона озвучил ряд основных моментов. Нам нужно работать над удешевлением продукции. Для этого нам надо, и в Минсельхозе есть поддержка по этому поводу, нам необходимо работать над субсидированными кредитами для этого предприятия. Но нам принципиально, конечно, очень важен рынок сбыта. Если мы по логистике сегодня неконкурентоспособны в западной части страны, потому что очень длинное плечо, высокие транспортные расходы, следовательно, нам нужно более внимательно посмотреть на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Это не только Китай, монопольный рынок, но и рынки Южной Кореи, рынки Японии. Работа в этом направлении уже идет. Так, в Преамурье для переговоров по сотрудничеству приехал руководитель южнокорейской компании «Лотте». То есть мы пытаемся рынки диверсифицировать. Здесь от Минсельхоза и от Минтранса, в первую очередь, России, хотелось бы увидеть субсидированное транспортное плечо, субсидированный железнодорожный тариф для готовой продукции, которая идет до портов Дальневосточного региона. Эта тема поднималась на площадке Дмитрия Анатольевича Медведева, Алексея Васильевича Гордеева. И, соответственно, надеюсь, что мы реально эту тему воплотим в жизнь. Это позволит нашу продукцию этого предприятия, в частности, сделать конкурентоспособной, ну и, соответственно, достойно представить наш регион и страну на мировых рынках. В этот же день в Дальгау состоялось областное совещание, которое было посвящено стратегии развития агропромышленного комплекса «Приамурья» до 2024 года. Проект представил министр сельского хозяйства области Олег Турков. Он рассказал о том, что уже сделано в отрасли и какие планы на будущее. В частности, на совещании были озвучены прогнозы в соответствии со стратегией развития. Например, будет увеличен объем пашни на 170 тысяч гектаров. Это сделают за счет неиспользуемых земель. Особое внимание уделят соблюдению чередования культур в севообороте. Производство зерновых культур вырастет в три раза, сои – в два раза. В животноводстве будет значительно увеличено производство молока и мяса. Продолжится поддержка фермеров в развитии кооперации. Чтобы воплотить все планы в жизнь, нужны финансовые вливания. Причем как на региональном, так и на федеральном уровне. В своей очереди Джамбулат Хатуов отметил, по результатам поездки по сельхозпредприятиям при Амуре уже можно выделить основные меры поддержки, в которых нуждаются амурские сельхозтоваропроизводители. С 2020 года предусматривается в рамках единой субсидии компенсационная часть и стимулирующая. Это позволяет региональным властям дополнительно стимулировать отдельные отрасли сельскохозяйственного производства в виде мер господдержки. Это первое. Второе. В следующем году государство выделяет 1 миллиард рублей для возмещения затрат, понесенных аграриями, при раскислении почвы. Для вашего региона это принципиальная позиция, то есть агрария вашего региона будет получать 50% понесенных затрат, которые они будут нести по повышению плодородия почвы. Еще одна мера поддержки – программа Роса Агролейзинга. Она позволяет приобретать новую сельхозтехнику на доступных условиях. Замминистра рассказал, что в ближайшие пять лет состоится модернизация всего сельскохозяйственного парка Приамурья. Также в списке объем кредитования, чтобы предприятия могли полноценно вести свою деятельность. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Почти 20 тонн семенного картофеля получили многодетные подтопленцы. Это жители шести районов Приамурья – Завитинского, Селемджинского, Михайловского и других. В одном из них побывала съемочная группа Амурского областного. Все подробности у Вероники Наумовой. Только родила и сразу наводнение, вспоминает многодетная мама Светлана Акулина, жительница села Мазаново. У Амурчанки трое детей, две девочки, пяти и шести лет, и сын, четыре месяца со дня рождения. Первенца женщина родила в период наводнения 2013 года. Во время паводка 2019-го на свет появился третий. Женщина отмечает, дом паводок пощадил, топило только подполье. А вот урожай уничтожил полностью. Вода в огороде стояла почти по грудь. Это вот наш огород, огород всего лишь две сотки. Ну, дальше мы тоже садим там немного картошки. Ну, все, весь огород был затопленный. Все вот это вот находилось в воде. Урожая вообще не осталось. Как бы мы вот на этих две сотках садим все и грядки, и овощи. Все у нас вот тут вот растет. Ничего не осталось. Семья Акулиных получила три сетки семенного картофеля. Светлана говорит, этого достаточно для посадки в следующем году. Ровно столько же по нормативу выдали каждой многодетной семье. В селе Мазаново таких насчитывается 10, а в Мазановском районе 56. В общей сложности им доставили 6 тонн картофеля. И это только на семена. На еду овощи подтопленцам выдали раньше. Все получали по норме, как положено. 20 килограммов светлые на члены семьи, 10 килограммов морковки и свеклы по 10 килограмм. И картофеля получали по 50 килограмм на одного члена семьи. То есть если семья там, например, 4 человека, получали 200 килограмм на семью. Обеспечение многодетных подтопленцев семенным картофелем было организовано в рамках партийного проекта. Он стартовал 4 октября. За две недели посадочным корнеплодом обеспечили почти 250 многодетных семей. Доставка шла в 6 районов области. Завитинский, Благовещенский, Константиновский, Михайловский, Селемджинский, Мазановский. Во время стихии среди пострадавших оказалось у нас много многодетных семей. Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с руководителями местных полицоветов провели мониторинг и выявили семьи многодетные, которые особо нуждаются в поддержке. В этих целях было закуплено около 20 тонн картофеля. В результате паводка этого года подтопленными оказались более 800 жилых помещений и свыше 7 тысяч придомовых участков. Выплаты пострадавшим были выделены из бюджетов двух уровней – регионального и федерального. Между тем, амурские парламентарии отмечают, что финансовая поддержка в этом году оказывается не только для подтопленцев. Депутаты регионального ЗАГСобрания приняли ряд законов в поддержку материнства и детства. Они касаются компенсации проезда беременным на скрининги, поддержки семьи с детьми-инвалидами и многого другого. Вероника Наумова, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Ошибки при начислениях в квитанциях, капитальный ремонт домов и его качество, а также благосостояние дворов. Три основных вопроса в секторе жилищно-коммунального хозяйства, которые были выделены во время тематического приема граждан по вопросам ЖКХ. Его провели в приемной Дмитрия Медведева. Подобная встреча проходит не в первый раз. Такой формат общения, когда на мероприятии присутствуют представители советов домов с одной стороны и специалисты профильных министерств и ведомств с другой, дают возможность наиболее полно рассмотреть возникающие вопросы и найти решения. Встреча прошла в формате открытого диалога. Планируем, что мероприятие пройдет для того, чтобы люди еще раз увидели тех, кто отвечает за их тепло и светло. Ну а те, кто сегодня будет находиться по ту сторону барьера, они услышат людей для того, чтобы принять какие-то меры, если это необходимо. Ну и ответить на вопросы. Есть конкретные вопросы, есть вопросы, которые касаются всех. Поэтому мероприятие нужное, но и с этой точки зрения и важное. В региональной столице бродячие собаки вновь оказались в центре событий. Четырехлапые держат страхи жителей района КПП. В частности, в редакцию Амурского областного обратились родители младшеклассников. По их словам, они боятся за жизнь и здоровье своих детей. Тем более, что одного ребенка собаки все-таки покусали. Семью пострадавшего школьника встретилась Ольга Сысой. Здесь вот была небольшая рваная рана. От зубов собаки. Повезло, что была куртка на ребенке, пиджак был и еще рюкзак висел, соответственно, потому что ребенок шел в школу. Последнюю встречу со стаи собак семилетний Степа вряд ли забудет. В этот день, рассказывает мама, он, как обычно, отправился в школу. Путь к знаниям пролегает через бомбоубежище. Именно здесь бездомные четырехлапые облюбовали себе зону отдыха. Мальчик не успел пройти и половины тропинки, как со спины подкралась одна из собак. Предотвратить трагедию и вырвать школьника из пасти животного помогла случайная прохожая. Он плакал. У нас дома вот свои две собаки. Ребенок очень любит собак. А теперь он мне говорит, мама, как мне понять, какая плохая собака, какая хорошая. То есть у ребенка уже заложилось, что бывают плохие собаки. И он побаивается теперь. Каждый раз, идя в школу, на телефоне, он звонит и говорит, что мама, мне очень страшно. Вот я ее вижу. Я говорю, иди, не обращай на нее внимания. Чтобы защитить детей, Ирина с родителями других школьников написали заявление в прокуратуру города, управление ЖКХ и администрацию Благовещенска. В последних двух ведомствах им ответили, что запросы отправлены в соответствующие организации. Ситуацию прокомментировали в городской мэрии. Так, только в третьем квартале 2019 года из областного бюджета на отлов, содержание и учет безнадзорных животных было выделено более 6 миллионов рублей. В июне был заключен договор зоозащитниками фонда «Горячие сердца» на содержание 46 беспризорных собак. В октябре документ переоформили на новый срок и на большее количество животных. Администрация города Благовещенска работает в рамках федерального законодательства. И поэтому те организации, которые выходят на аукционы, они и, собственно, становятся победителем. Ну, одна из них этих аукционов и потом уже оказывают услугу данную, по отлову, скажем, содержанию животных. Но на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что, по большому счету, готова работать одна организация. В октябре был объявлен аукцион и на отлов «Ста собак», но он не состоялся, потому как ни одна специализированная организация не пожелала этим заниматься. Но чиновники все же надеются, что до конца этого года удастся заключить контракты на отлов еще 300 животных. Подготовка документов уже идет. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Сожгли дериваты. Управление Росприроднадзора и Благовещенская таможня уничтожили клыки, когти и другие ценные части животных, которые были конфискованы на пункте пропуска. Тем временем в Приамурье увеличилась численность медведей. В заказниках области обитает примерно 450 бурых хищников. В 2018-м охотоведы насчитали почти на 150 косолапых меньше. Большинство живут в заказниках Архаринского, Магдагачинского, Тындинского и Шамановского районов. Как отмечают специалисты, рост численности медведей обусловлен хорошими условиями и кормовой базой, а также малой активностью охотников в отношении косолапых. Учет хищников ведут с момента выхода их из берлоги до конца августа. Между тем, в северных районах Приамурья завершилась миграция косули. С сентября до середины октября животные покидали Мазановский, Зейский и Селимджинский районы. Они перемещались в центральные и южные территории. Здесь им проще найти питание зимой. Пока шла миграция косуль, специалисты Управления по охране животного мира Приамурья несли круглосуточные дежурства, чтобы защитить животных от браконьеров. За время вахты были задержаны трое нарушителей с оружием. Стартап-экспедиция. По таким названиям в региональной столице прошел третий отборочный тур крупнейшего дальневосточного бизнес-события по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов. В нем участвуют все 11 регионов Федерального округа. 16 октября около сотни предприимчивых амурчан представили в Благовещенске свои инициативы. Лучшие получат различные меры поддержки, в том числе финансовые до 2 миллионов рублей. Первые два этапа стартап-экспедиции состоялись во Владивостоке и Хабаровске. Инициатором и организатором выступило правительство Республики Саха-Якутия при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда Сколково и Минвостокразвития. В Приамурье, как и в предыдущих регионах, этот проект проходил впервые. Его цель – создать новую дальневосточную экономику, основанную не на природных ресурсах, а на инновационном предпринимательстве. Сейчас очень много делается для поддержки инновационного развития, как раз в том числе и предпринимательства проектов. И важно просто непосредственно тем, кто хочет этим заниматься, развиваться в данном направлении, знать все меры этой поддержки и пользоваться всеми этими возможностями, чтобы знать, как именно правильно проекты прописывать, в том числе инновационные, и какие меры поддержки можно получить. Однодневная программа включала в себя образовательную часть, экспертизу местных стартапов и консультации экспертов. Участники мероприятия рассказали о системе точечного внесения гербицидов, амурской бассейновой комплексной экспедиции Русского географического общества, нейростимуляторах и многом другом. Авторы лучших проектов поборются за возможность получения до 2 миллионов рублей на развитие проекта. Победитель экспедиции представит регион на стартап «Вилледж» в Москве, который состоится в мае 2020 года. На этом выпуск завершен. Напомню, о развитии событий вы всегда можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь на инстаграм аккаунт «Амурского областного». Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова